Всем приветики! Я вот решил, ну тем, кто если вдруг решит покупать неудимые магниты, напомнить о мерах безопасности. То есть вот даже с этим магнитами, которые я покупал, шла такая бумажка, на которой вот показано, что их нельзя просто так вот выкидывать, типа в мусорку. Потом рука с крестиком, видимо их в руку нельзя брать без перчаток. И сердце с крестиком, я не знаю, может это то, что они на сердце как-то влияют, или может близко к сердцу подносить нельзя. Что-то такое электричество, это наверное электропроводящее или что. И то, что они являются очень сильными магнитами, и то, что их нельзя близко подносить к этим вот, к таким вот вещам, как к оси эта вот старая, которая на магнитофонах раньше была, там пленка магнитная, потому что размагнитится к видеокассетам, потому что тоже размагнитится. И к тому месту, где вы предложили, магнит не останется в видеодорожке, он ее просто сотрет. Также к кредитным картам нельзя их близко подносить. Вот, к винчестеру, потому что там тоже магнитный блин такой, если поднести к винчестеру, думаю, тоже там информация пропадет, потому что магниты очень сильные. И вообще к разным бытовым приборам они могут создавать помехи своими магнитными волнами, плюс еще это то, что они хоть и сильные, но они хрупкие. То есть они у вас сильно скрепились, и вы не можете их раскрепить. Нельзя их ковырять отверткой, потому что вы можете создать отверткой сколы. И, ну, то есть вы начнете ковырять, и они отлетят. Если вы уже хотите как-то их разъединить, то пытайтесь как-то вот боком там или что-нибудь так. Или положить на край стола, например, вот край стола, и на эту часть нажимать, только аккуратно, чтобы рука не соскочила, не поранится. И чтобы она так вот, как-то потихонечку, медленно, так, опа, и так отошла. А если магниты более сильные, потому что здесь вот по одному килограмму, а есть там по 50, по 100 килограмм. Смотрите аккуратно, чтобы они пальцы вам не отбили, потому что эти магниты маленькие, они уже довольно-таки вот сильно притягиваются. А большие, они вообще будут с большей силой и быстрее, и сильнее притягиваться. Если в момент, когда будут два больших магнита между собой притягиваться, вот, и в этот момент, ну, если магниты побольше, и сила притяжения побольше тоже будет притягиваться, и там окажется ваш палец, они будут просто разбить, раздобить его. Вот. Поэтому смотрите аккуратно. И не пилите их ничем, тоже потому что они раскрошатся. Не нагревайте, потому что при температуре, там, по-моему, 100 градусов, то есть по цели все, если их кинуть там в кипящую воду, хотя, наверное, кипящая вода их так не разогреет, но если их разогреть, самих магниты до 100 градусов, то они быстро размагнитятся, как бы. То есть много таких вот таких штук, что надо учитывать, что это все-таки магниты, и не стоит как бы, ну, то есть стоит помнить о мерах при, ну, безопасности, осторожности, чтобы не возникало никаких потом проблем. Если, допустим, у людей есть какие-то кардиостимуляторы, тоже не стоит магнитами. И это, наверное, сердечко и показано вот в том, что, может быть, если у вас кардиостимулятор стоит, то нельзя этими магнитами пользоваться, так как кардиостимулятор стимулирует работу сердца, и магнит может повлиять на работу этого самого кардиостимулятора и нарушить его работу, что может негативно, наверное, сказаться, если вообще не станет все плохо, потому что это все-таки сердце. Вот, поэтому надо всегда, всегда помнить о безопасности, об своей безопасности. Также детям тоже стоит аккуратно эти магниты давать. Они могут их, например, проглотить, как они любят все это в рот сувать. Всякие предметы там, и это будет уже серьезно, ну, как бы серьезная для них травма. Это без вмешательства врача, без операции уже, наверное, не обойтись. Также вроде как и на магниты вот эти, ой, как их аккумуляторы тоже могут влиять. Магниты, вот, и уменьшить емкость срока службы батареи, как бы, ну, уменьшить, повлиять на емкость, повлиять на снижение емкости и тем самым уменьшить срок службы батареи, вот, как бы, поэтому тоже надо, как бы, быть аккуратным. Ну, то есть, они-то, магниты сами по себе, может быть, и приколи, но нужно, как бы, соблюдать меры и технику безопасности при пользовании этими самыми магнитами. Если магниты очень сильные, там, ну, которые большие, там, по 50 килограмм, по еще, ну, такие вот, которые сильно притягивают, надо быть аккуратным при пользовании ими возле каких-нибудь острых предметов, потому что они могут быстро и резко притянуть их, и предмет острый летящий может быть, ну, то есть, лететь прямо вам в руку, так что нужно, как бы, быть аккуратным при пользовании такими магнитами, так как они довольно-таки сильные, могут, ну, могут быть впоследствии, вот. Ну, у этих магнитов, которые здесь, один килограмм, но я вообще в целом говорю про магниты, и тем более, когда их слаживаешь, что здесь уже будет не один килограмм силы притяжения, а больше, потому что, так как их здесь уже стало больше, и, соответственно, сила притяжения станет больше, вот. Так что не стоит, как бы, забывать о всех этих вот техниках безопасности и аккуратно ими пользоваться. Вот. Вот. Так что, как-то так. Вот. На этом всё. Всем пока-два.